Добрый день! Вас приветствует локация Овощной город и я, Оксана Прохорова. Сегодня мы поговорим о целесообразности применения гербицидов на моркови. Погодные условия этого года были благоприятными для роста и развития сорняков, поэтому никому не удивительно, что на контроле мы получили вот такую картину. Здесь представлены 8 разновидностей сорняков. Познакомимся с ними поближе. Это послен черный, осот желтый, горец почечуйный, щирица запрокинутая, мята полевая, всем известная марь белая, а также смолевка лежачая и сыть круглая. И как же нашей бедной культурной моркови расти и развиваться в столь сложной конкуренции? Ау, морковь, она там есть, поверьте! Мы видим, что отдав все силы на накопление зеленой массы, у нашей бедной морковки совсем не осталось сил сформировать корнеплод. Мы провели три гербицидные обработки. Первая обработка препаратом Гизогард в дозе 2 литра на гектар была проведена до всхода. Вторая обработка была проведена, когда наша морковка подросла и окрепла. В фазе трех настоящих листьев мы применили баковую смесь из препаратов боксер 2 литра на гектар и Гизогард 1 литр на гектар. Через 12 дней после второй обработки мы повторили обработку боксером в дозе 3 литра на гектар. Что можно сказать? Сорная растительность остановилась в росте и в своем развитии. Она пожелтела и со временем засохла. Наши препараты достаточно долго удерживали и останавливали рост сорной растительности на грядке, тем самым давая нашей морковке возможность сформировать не только зеленую массу, но и хороший крупный корнеплод, что является залогом успеха урожая в этом году. Так ответим же себе на вопрос, нужно проводить гидроцидные обработки на моркови?